Одинцовский МФЦ без ложной скромности можно назвать лучшим в Московской области. После переезда на новое место он стал еще удобнее и доступнее. Детский омбудсмен Оксана Пушкина придирчиво осмотрела помещение, оценила его удобство для лиц с ограниченными физическими возможностями, в первую очередь для детей. Информационные стенды, где обычный текст продублирован шрифтом Брайля, комната матери и ребенка, дополнительные возможности для слабослышащих. Это не обязательно должен быть в Брайле, это пожилые люди, то есть люди, которые пользуются слуховыми аппаратами. Современные слуховые аппараты, они оборудованы, у них есть такой, называемый режим Т, режим индукционной петли. Когда включена эта индукционная петля, все посторонние шумы, они глушатся. В качестве эксперта Оксана Пушкина пригласила в МФЦ свою хорошую знакомую с ребенком-колясочником. Кто как не мать, лучше всего оценит, будет здесь удобно ее сыну или нет. Заходим, мама, проверяем. Смотри, здесь все, один из хороших туалетов, но мне кажется, места маловато. Я не развернулся. Гуль, попробуй, вот как вот реально ты забудешь. Сегодня в центре для лиц с ограниченными физическими возможностями сделано очень многое, но еще не все. Нужно опустить ниже раковины информационные стенды, поместив их в доступное для колясочников пространство, заменить распашные двери раздвижными. Мы это сделаем и пусть ваш будет МФЦ как пример, вообще этот центр как пример. Вот вы никто не понимаете, а мы, например, забараковали этот пандус, потому что он ну никак не годится. При такой высоте должен быть подъемник. Когда мы заходим для людей слабовидящих, нету обозначения. Желтые линии, это для всех надо вам сказать, низа и верха не обозначено. Руководитель Одинцовского МФЦ Павел Кондратский поблагодарил гостей за подсказки и пообещал как можно быстрее устранить отмеченные недочеты. Стоит заметить, что по инициативе главы района Андрея Иванова 75 сотрудников органов местного самоуправления и работников центра прошли специальный курс по вопросам обеспечения доступной среды в институте РЕКОМП Всероссийского общества слепых и получили специальные сертификаты. Самое важное, наверное, у нас получился очень неплохой проект. Этот проект дает возможность тиражировать его. Можно сказать, это по сути пилотный проект для органов власти в том числе и для региона в целом. Это очень важно, потому что появляются люди, которые знают, что такое доступная среда теперь. И меньше становится вопросов при реализации этих программ. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.